Дорнада Энерджи! Дэмэдж! Итак, сегодня у нас будет в рубрике новая премиумная ПТ-САУ французской ветки АМХ Кэнон ДСАУ-105. Не знаю, как на самом деле по-французски это произносится, но поскольку я парень из СНГ, то в принципе это даже и не важно. Это одна из новых ПТ-САУ наряду с СТРВ-С1 и ВЗ-120-1ГФТ, ПТ-шками, которые буквально недавно выпустил Wargaming. И самый важный вопрос, нужна ли эта ПТ-САУ и чем она отличается от двух предыдущих, если они у вас есть? Давайте попытаюсь объяснить. Во-первых, это пушка. 260 мм пробития под калибром и 390 мм средний урон с снаряда. То есть это циклический, это не барабанная ПТ-САУ, как мы могли заметить, есть на 8, 9 и 10 уровне французских ПТ-шек. Обладает отличной точностью, 0,3 разброс на 100 метров, двумя секундами сведения, но однако это все компенсируется очень долгой перезарядкой, 9,5 секунды. К слову, у Скорпиона 10,3, однако альфа 490 при таком же разбросе на 100 метров и почти при таком же времени сведения. То есть конкретно по качеству нанесения урона Скорпион, естественно, будет лучше. Однако, вся фишка этой ПТ-САУ это ее незаметность. Это как ПТ-САУ Е25, которая на 7 уровне называется «блохой» и дамажит и аннигилирует полностью все, что есть на своем пути. Кстати, Е25 убивает в 0 эту ПТ-САУ, также она убивает в 0 Скорпион-G и WZ-121GFT. Почему? Скоро узнаете. Итак, эта ПТ-САУ, как я уже сказал, обладает потрясающей маскировкой. Для того, чтобы добить ей максимальный обзор, вы должны поставить стереотрубы. Не имеет смысла играть на этой ПТ-САУ с маск-сетью, поскольку вы достаточно быстрый, такой быстрый ПТ. 55 км в час у вас максимальная скорость и 26 лошадиных сил на тонну ваша удельная мощность двигателя. Живучесть у нас достаточно плохая, по моему мнению, это 1000 всего лишь единиц прочности, как у СТРВ-С1. Однако, в отличие от СТРВ-С1, есть одно главное преимущество. У вас нету до этого вонючего, по моему мнению, потому что мне он лично не нравится. Режима бамблби, трансформеров, когда вы складываетесь и раскладываетесь из осадного режима. Это очень неудобно и не позволяет тащить множество каток, поскольку вы теряете время и не можете нормально выйти из угла. Извиняюсь за кашель, у меня острый бронхит с осложнениями, поэтому буду иногда кашлять, но надеюсь, вы переживете, потому что супер ПТ-шка. Но это или нет, сейчас посмотрим, будет играть на карте Тундра в стандартном бою, преимущественно против 7-8 уровней. Это топ списка и есть 3 артиллерии. 3 артиллерии! Почему вы в ранговых боях не играете? Ааа, я же записываю видос в 4 часа утра. Итак, оценивая вообще разъезд наших союзников, можем заметить, что все едут занимать 8-9 нулевую линию, а я в свою очередь буду остановиться здесь на кемп, валить большинство деревьев и пытаться отстреливать машины, которые будут проезжать в квадрат Е1-Е2. Возможно, таких тяжелых танков будет много, и здесь как раз-таки вся фишка стереотруп, потому что если танки будут проезжать слишком близко, то я смогу их увидеть и, соответственно, продамажить. Это очень хорошо. Один лишь ИС направляется у нас на первую линию, потому если я буду пушить какие-нибудь танки типа КВ-5, типа ОНИТО-29, ТИГР-1, С2, ну вы поняли, тяжелые танки, то здесь мне делать нечего, и мне придется сместиться на другой фланг и перестреливаться с танками противника уже на другой стороне. Попытаюсь здесь продамажить Т-71, возможно, он как-нибудь подставится под меня, и отлично подставляется, плюс еще проходит альфа, забираем того самого Т-71, снова врубаем трубы и пытаемся просветить вторую и третью линию. На самом деле я не так часто играю на... снова, извиняюсь, закашляю на ПТ-САУ, и поэтому не могу точно вам сказать, какая позиция является хорошей на этой карте. Все банально по моим ощущениям, по моему личному опыту, который я заработал уже в других боях на других танках, и мне кажется, что это неплохая позиция. Сейчас КВ-5 здесь светится, и играет он достаточно агрессивно, пытаемся его раздамажить, он мне здесь выдает выстрел, однако не пробивает. Чтобы его пробить, мне на самом деле нужно совершить прям вообще уйму всяких различных маневров, однако даже если я их совершу, не факт, что я смогу нормально убивать этого КВ-5. Здесь он меня дамажит, и ехать на него дальше, поскольку у него хороший ДПМ, ну, типа, не имеет смысла, потому что я его все равно не убью, никак не нормально не подамажу, и так далее, и тому подобное. Однако он подставляется, даем ему еще очередной выстрел, не знаю, зачем он это делает. Танкист 666, прочь с пути, если не понимаешь, как играть, не лезь. Танкую я снова КВ-5, значит, есть немножечко брони у этого танка, сзади видим СУ-122, СУ-152 точнее, и сразу же будем выдавать ей выстрел. Сейвимся за вагончиком, так, чтобы эта сушка не продамажила по нам, надеюсь, у нее не выйдет это, она выдает какую-то вертуху. Стреляем просто в белки глаз, и рассчитываем на помощь союзника, потому что КВ-5 летит меня убивать. Даем выстрел в борт КВ-5, и резко-резко-резко убегаем вперед, так, чтобы КВ-5 меня не успел продамажить. Сейвимся здесь за вагонами, за всякой ерундой. Ух, как бы не умереть в этом бою. Убегаем здесь от этого КВ-5 лихого, лихача. И хотел я здесь дать выстрел в Фацема, но, видимо, мне не получится это сделать. Падаю вниз, буду сейвиться от команды противника, главное сейчас не перевернуться и поеду вперед. Надеюсь, КВ-5 меня не просветит, хотя он достаточно высокий, и нужно найти выгодную позицию для того, чтобы убить артиллерию. Возможно, даже приехать к ней и полностью всю продамажить. Тигр здесь светится, сразу же выдаем ему выстрел, знаю точно, что артиллерия будет сейчас сведиться на меня. И давайте по мне выстрел. Естественно, умирать я здесь не хочу, поэтому подставляться под арту не буду. Отсвечиваю здесь от артиллерии и буду прыжать вперед, попытаюсь ее засветить и забрать. Она уже один раз светилась. Понимаю, что наш парень здесь просит, чтобы я ее засветил, она светится. И, соответственно, я ее дальше добираю. Тигр первый, я ему на один выстрел, у него есть хорошая броня. Кстати, этот танк все же иногда танкует. Танки с бронепробитием ниже определенного числа. Однако от тигра первого, ну, к сожалению, нормально танкануть я не смогу. Потому что у него там 200 с чем-то миллиметров пробития. А брони у этого танка всего лишь 100 миллиметров. Поэтому единственное, что я смогу танкануть, это всяких Исаков, КВ-5 и так далее. 100 миллиметров броня рубки у этого танка позволяет это делать. У ОНИ еще имеется в запасе прочности 878 единиц. Соответственно, можно просто заехать здесь в спину и продамажить по тому самому ОНИ. Обзор у него плохой. А у меня маскировка хорошая, поэтому дамажим ОНИ. Как я уже сказал. Ага. Хорошая маскировка. Но засветиться, естественно, я должен. Буду сейвить вот ОНИ. Сейчас меня, возможно, арта еще доберет. Не имеет смысла чинить топливные баки. Потому что если меня стреляют, я все равно взорваюсь. А ремку тратить, естественно, не хочется. ОНИ здесь уже меня заметил. Но пытаюсь ему дать покрыхи. О, он подставляется. Давай. Попал ему в какую-то дючку. И вот так заканчивается данный бой на этой по открытой карте Тундра. Нашел возможности для настрела. И завершаем этот бой. На самом деле, самое сложное в таких картах, в картах линейных, где нет открытого пространства, это найти возможность для нанесения урона. Первый бой игры с головой и сразу мастер. Это хорошо. На самом деле, я из 14 боев на этом танке взял буквально 8 мастеров. Или 6. Чтобы не обманывать, точно не буду говорить конкретное число. Но от 8 до 6. Это очень много за 14 боев. Потому что танк действительно не бог. Повезло мне снова. Я попал на линейную, на открытую карту. Это огненная дуга. Эта карта поприятнее будет, чем Тундра. Ввиду того, что здесь ты по-любому не проедешь по какому-либо направлению без урона. То есть, если ты выкатываешься на центре, ты будешь по-любому получать по лицу и так далее и тому подобное. Потому что сейчас я буду играть слева части карты на первой-второй линии. Однако есть альтернатива. Можно поиграть и с правой части на 8-9 на левой линии. И, кстати, давайте я это и сделаю. Ведь я не обычная ПТ-САУ. Ведь я не обычная ПТ-САУ, которая будет тупо стоять на первой-второй линии. Можно быть темнее. Можно поехать на горку. Занять там какие-нибудь кошерные кусты. И оттуда дамажить перекрестным огнем. По танкам противника с разных сторон. С первой-второй, с восьмой-девятой, на левой. Я не буду не знать куда деваться, как страусы прятать голову в песок. Поднимаемся на гору. Со мной едет ТВПшка 416. По стапу опять же три артиллерии. Это не очень приятно. Есть ТТ также 1390 и Батчат 12Т. Один из них по-любому поедет в квадрат Е1. Достаточно стандартный квадрат с кустами. Откуда, в принципе, высвечивается большая часть зеленки. Так называется первая-вторая линия, кто не знает. Кто вдруг новичок в этой игре. И я в свою очередь поеду занимать какие-нибудь кошерные кусты, о которых я говорил. Вот, например, вот эти. Здесь меня сбоку не должны просветить, а я должен простреливать полностью все направление. 1390 светится. И, возможно, его сейчас будут убивать наши ТВПх. Что-то данчик 105 вылетел. Ну, надеюсь, он заберет хоть 1390. Отлично. Удалось ему это сделать. Однако его забирает И7. Теперь я точно знаю, что здесь стоит И7. Скорее всего, он стоит либо на 6-7 линии, либо где-нибудь на 0-й. И выезжать нельзя. Нужно аккуратно играть. Попробую еще здесь дать прострел. Поэтому Т26, И5. Отлично. Выдаем ему выстрел. Добрать, к сожалению, не предоставляется возможным. Но буду дальше здесь стоять. 416-му нужно либо поехать вперед, либо назад. Потому что, если мы будем стоять вдвоем в одном кустике, то нас убьют очень быстро. Приедет один танк и просто сшибет нам голову. Расшибет. Подъезжаю еще поближе в куст. Маскировка, как я уже сказал, хорошая. И про дамажные танки в центре будет за милую душу. Еще раз извиняюсь за голос, извиняюсь за кашель. Блею, блею. Но надо же делать обзор на танчик. Т57 хэви. Он вроде бы просветился седьмого. Однако вылезти на него я не могу. Батчат здесь катается в центре. Выдаем по нему выстрел. Не должен был он меня засветить, даже если у него есть оптика. Попытаюсь я добить этого вражеского батчата. Вот чуть-ка. Где-то он там ездит. Не удалось мне его убить. И всем просвечиваются. Арта по нему должна работать. Надо запросить помощь Ока Саурона. Артиллерии. Летает выстрел по ИСу-7. И это хорошо. 416-го дамажит. Ну это тоже в принципе неплохо. Главное, что не меня. Хе-хе. Я же ПТ-шка. Стоим как крыса. В кустах и не двигаемся. ИС-7. Ну его может убивать только артиллерия. У них у арты нету барабанов. У нас в принципе тоже. Ну, на шарте должно проще быть закидать вражеского ИС-7. Он в принципе даже не двигается. Хотя у него броня не больше сплэш. Меньше. Снимает очку в прочности. Вот тот самый Т26Е5. Надо его забирать. Не подставляется он под мой выстрел. Но вот-вот подставилось. И это хорошо. На центр я здесь верно выкатываться не смогу. Но ИС-7 выезжать тоже не смогу. Рота сюда целит. Можно уехать на центр. Что я смогу делать на центре. Наверное ничего. Я все же смогу что-то делать на центре. ИС-7 здесь заезжает за 416. Надо дать ему с вертухи в щи. Не удается мне его продамажить. Поэтому сразу же падаю в низинку. И будем откатываться и уезжать куда-нибудь на центр, например. Слишком маленькая ПТ-САУ. Видели даже ИС-7 выехал полностью всем корпусом. А я не успел развернуться ему и дать в корпус. Ну потому что вот она маленькая. А ИС-7 там стоит от башни за холмами. Попытаюсь здесь отъехать как можно дальше под шестую линию. Возможно у меня здесь найдется прострел по ИС-7. Надо искать вообще на любой ПТ-САУ возможность нанесения урона. Это, наверное, одно из самых важных условий игры на таких ПТ-шках. Здесь ИС-7 вообще никак не пробью. А если подъехать чуточку поближе, то меня ИС-7 скорее всего засветит. А если куда-нибудь сюда... Здесь тоже плохо. Подъеду вот в эти кусты. Возможно здесь засвечу ИС-7 благодаря моей стереотрубе. Если тут пожелает поехать вперед. Но это не точно. Непонятно где стоит этот ИС-7. Ехать вперед тоже такое... Может быть не сильно хорошее действие. Вот ИС-7 засветили. Точнее я его засветил, по нему работает артиллерия. И здесь ИС хорошо. Только надо убить ТВ-С-7. Почему не светится? Здесь же вроде кусты. Тут нет кустов. Почему не светится? Как он вообще пропал? Выдаем выстрел по ИС-7. Поджигаем его. И... Он умирает. От артиллерии. Но это не точно. Но это и не точно. Он не умирает от артиллерии. Единственная, наверное, одна из самых слабых зон у нас здесь на карте. Это... Моя позиция. И в целом мой фланг. Потому что... Здесь... 1 ИС-7. Остался. И меня пробивает артиллерия. Потрясающий бой. Хорошо пробила арточка. На фулочку. Как мне надо было уехать от ИС-7, которого должно было зацелить артиллерии, не добив Ашотным. Я даже не знаю. К сожалению, не могу показать результаты боя. И... Вы их могли видеть в предыдущем бою. Ядом на него с полторы тысячи урона. Немножечко засветил. И умер ваншотом от артиллерии. И отправляемся в последний бой. Потому что второй бой был неудачным. И нужно как бы отыграться с этот бой. Надеюсь, меня арта в нем не ваншотнет. Также выкинула меня с сервера. Потому результаты статистики за тот бой я показать не могу. Потому что какие-то технические работы только что были на сервере. Ох уж эти технические работы. Итак, попадаем на карту рудники. Стандартный бой. Играю я с верхнего респауна. И играю преимущественно против девятых и десятых уровней. Хотя нет. Тут какая-то каша-малаша. Потому что очень много восьмерок. Почти половина. Там буквально... Сколько тут? Раз в три. Пять девяток и три десятки. В принципе, балансовый. Такой сбалансированный стапчик. И мое мнение, что здесь нужно отыгрывать от острова. То есть не следует ехать на какие-то вот эти пригорки. Стандартные по ТСАУ позиции. Потому что под них никто не подставляется. И нанести урона там невозможно. Верным решением, по-моему, будет поехать на остров и сыграть вместе с Союзным Батчатом. Возможно, он пролетит сразу же дальше по острову. Или же нет. Извиняю, еще раз за кашель. Солепота не хочет лететь никуда. Становимся здесь стандартным достаточно куст. Просвечиваем СТ-1. И сразу же уезжаем. Потому что есть ЛТ-шка. Именно Т-49. У противника. Никого я здесь не могу продамажить. СТ-1 под меня не представляется. Закидываю крутой шильный выстрел в 140-го. И артиллерия по нему тоже дамажит. Сейчас можно их еще, кстати, дать. Давай-давай-давай-давай. Позаряжайся. Накаток слабили. Можно еще ему урон нанести. Сиди-си выдаем выстрел. Отлично. Меня ничего никто не видит. Очень следует аккуратно играть вообще на острове. Маленькая вероятность того, что у вас здесь засветится на этой ПТ-САУ. Однако она есть. И лучше не рисковать лишними очками прочности. Которых, естественно, у нас нет. Потому что тысяча хп у этой ПТ-САУ. Лишних очков прочности, естественно, нет. И рисковать здесь нельзя. Нельзя вообще. Пытаюсь здесь переехать с этой позиции. Меня не должны, по идее, засветить. Но бюджете не точно. Переезжаю здесь вот в эту позицию. Под пригорчик. И отсюда буду пытаться высвечивать наши артулерии. Которые, естественно, могут дамажить по танкам противника. Так. Ну, установимся здесь в куст. Смотрим. 49-очка вечно подсвечивается. Однако продамажить я ее нормально не могу. Пф, попал в камень. Очень плохо. Забираю Т-28 пилота. Ой, Т-25 пилота. А, он меня не засветил. Потому что он был под оглушением. Да, это четко. Дальше буду стоять, пытаться просвечивать наши артиллерии. Союзный. Т-49-ка вечно светится. Наверное, не понимает вообще откуда, кто ее светит. Ну, скорее всего, понимает, что с острова. Однако, у нее такая безвыходная достаточная ситуация. Выдаем выстрем по Т-49. Я продамажу наш союзный батчат. Все тут... Все в этом плане отлично. Восьмую линию. Непонятно, что там происходит вообще на этой восьмой линии. Потому что там Д-90 крутит Т-110Е3. Также происходит какая-то вакханаля на центре. Не знаю, как помочь там ребятам. Но знаю точно, что можно здесь помочь нашему союзному батчату, который воюет против Объекта 140. Но, как я понимаю, что, видимо, не очень... Он хочет дальше воевать. Как убить этого Объекта 140? Тоже непонятно. Откатываемся назад. Пытаемся убить этого Объекта 140. Почему арта его не убивает? На восьмой линии сейчас сначала 90 пушил. Сейчас и DC-шка пушит. Что вообще происходит там? Попадаем очередной выстрел по 416-му. Попытаемся сейчас его добить. Перезарядка, конечно, долгая. И 140 здесь, кстати, выезжал на нашего союзного батчата. Однако не убил его. Проезжаем дальше, вперед. По воде. Здесь нас не должны просветить. И мы можем убивать с этой самой воды. И СТ-1. Это очень важно. Потому что СТ-1 портит... Тут воздух нашему Е100-му. Отлично добиваем этого СТ-1. И будем дальше проходить по воде. Высвечивает Скорпион G. А также Т-30. Т-30 нет. Т-30 стал... Под горой. ИС-7 под горой. То есть здесь, скорее всего, у меня будет только Скорпион. Кстати, какое пробитие фугасом? Скорпион мне на... Т-30, Т-30, Т-90 это 780. Плюс 390 это 1170. В принципе, если альфа пройдет, то я забираю Скорпиона с трех выстрелов. Однако, может быть проблема. 416. Он может быть здесь. Но нет. Забираем это 416. Так, теперь нужно подумать, бить ли мне ИС-7 или же поехать дальше вперед. Скорпион тут находится на базе. Значит, буду ему убивать Скорпиона. Арту, потом успеем убить. Скорпион на базе. Куда более приятнее от нас. Выцеливаем его. И как добил, мажем. Конечно же. Конечно же. Так что, киберспортсмен. Киберспортивный выстрел. Вот по Т-30 тяжело промозить. Ну и едем, естественно, добивать артиллерию, которая меня сейчас ваншотнет. Без этого обережать никуда. Да. Она, видимо, будет сама себя дамажить. Ну, конечно, она еще засейвилась, чтобы сдохнуть от вражеской артиллерии. Или обдом. Только не умирай, пожалуйста, обдом. Красавчик. И добиваем артиллерию. Четвертый фраг. И вот так заканчивается данный бой. Нестандартная разыгровка по воде, по первой-второй линии для ПТ-САУ. Показал немножечко, как можно использовать динамику этого танка. Маневренность. И второй мастер за игру с головой. Вот такие результаты. То есть, вот поражение на огне на дуге. Информация недоступна. Потому что я уже показал, у меня выкинуло. И второго мастера я получил. Надеюсь, вам понравился этот обзор на этот танк. С вами был Нир. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Извиняюсь, что не было настолько активно. Потому что голоса нет. Плюс кашляю иногда. Что я могу сказать. Если у вас нету хорошей ПТ-шки. Такой, как вот этот вот АСАУТ. Я считаю, что он лучше, чем СТ-РВС-1. И лучше, чем ВЗ-121 ГФТ. То можете обязательно брать. ПТ-шки. ПТ-шки неплохая. В принципе, на ней можно какие-то 2 500 урона держать. Однако, если вы реально скиллованный игрок. То только она вам эта ПТ подходит. То есть, если вы какой-нибудь крабик. Который не совсем умеет хорошо понимать. Когда ему следует врываться. Когда ему следует перемещаться. То тогда вам все же лучше взять СТ-РВС-1. И не париться. Потому что, что ВЗ-121 ГФТ. Что вот это вот ПТ-САУ. Они скиллозависимые. И на них не так просто играть. Как на Скорпионе и СТ-РВС-1. На этом все. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok